Я Петрухин Анатолий Петрович, участник народного ополчения, боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики. Мы пошли добровольно, по своему согласию, никто нас не принуждал. Меня зовут Мацебора Юрий Афанасьевич, председатель общественной организации «Союз бойцов народного ополчения» в городе Располь. Я дядько Василий Кириллович, проживаю в настоящем городе Располь, а лет 20 назад жил в Каменке, поэтому я имею отношение к народному ополчению именно по Каменке, Каменскому району. Мне в то время предложили заместителям командира батальона народного ополчения. Это еще до выхода указа президента мы уже начали формировать. Ополчение-то началось в 89-90-м годах именно на предприятиях. Уже тогда были созданы дружины, и тогда туда были привлечены люди, которым было небезразлично наше будущее и будущее наших детей. То есть уже тогда предполагалось, что вот эта боевая сила, она необходима, и возможно, что в будущем она будет крайне необходима. Ближе к боевым действиям у нас, как и пограничников, были определены зоной дислокации. То есть мы выполняли функции погранотряда и размещались на берегу Днестра ТЭС, ПЕТ, Акмазея, Красногорка, Бычок, вот по линии Днестра. То есть задача была поставлена о недопущении и срыве переправ, если таковы будут, ну и слежение за сопредельной территорией. Первое, сразу, когда мы пришли, мы были на Кошницком, на Дубоссарском направлении, мост, старый мост Зержинская и Круг, вот, на этих местах. Потом нас перекинули отсюда на Кошницу, там, где Персиковый сад, и мы там, ну, окапывались, делали, ввели подготовку к обороне. Когда началось в Бандерах, мы вообще хотели сняться с позиций и пойти на Бандеры. Вот, было такое, ребята мои такие неслабенькие, вот я уже показывал там, да. Но если же мы уйдем туда, а Галим здесь, неизвестно, чем это дело было бы закончилось. Гарнизон 15-й школы состоял из рабочих ополченцев с ХБК. Вот, Михаил Коробчинский был командир роты. В этой школе мы были с самого начала и до конца, практически. И был там один ополченец, который был в возрасте, и я с ним так познакомился вскользь, у него было трое детей, и он читал книги. Сходил в библиотеку, читал книги. И однажды я, когда мы возвращались, где-то мы были там в городе, возвращались в школу, значит, у нас было три человека, а он сидит у двери на посту и читал книгу. Война и мир книгу читал. И вот, и потом мы исчезли из школы, идет у нас кто-то, направили какое-то задание, и нас не было два или три дня. Возвращаемся мы обратно в школу, я говорю, а где, и назвал по имени этого человека, командира. А он говорит, а его уже нет, он погиб. Был выстрел снайпера со стороны Днестра. У нас в Вороньем лесу, на правой стороне, там уже стоял батальон танков, то есть мы могли, и есть такое место в Каменке, где танк может пройти. Но я сам танкист, поэтому я понимаю, что на глубине до 7 метров танк оборудованный, а тут можно было просто проехать, где-то буквально метр двадцать, метр пятьдесят он мог пройти, поэтому нам пришлось в срочном порядке рыть. А я работал председателем сельхозхимии, значит, мне было где-то порядка сорока бульдозеров, пришлось ночью рыть. Мы сделали так, что танк не пройдет, мы вырыли траншею такую, что танк не пройдет. Вот подъехал на машине к школе, да, все эти ребята выскочили, побежали в здание школы, а то и делали обстрелы были. И вроде хорошее место, так, за зданием. Я тоже так иду и думаю, нет, что-то мне вот тут вот не дает спокойно отойти. Взял, зашел и переставил ее за метров двадцать от того места, где я ее переначал и поставил. Только я отошел от машины, подхожу к кольцу школы, слышу, мина, ба-бах, и в то место, где эта машина. С той стороны переплывали. Почему мы так думаем, что именно диверсанты? Это самое кратчайшее место. Поймали одного и сдали нашим ребятам по гражданке. Не успел он ничего. Ну, человек переплывает. Я пришел к своим родителям. Как ты можешь прийти к своим родителям, если у тебя вещи все упакованы в салфан? Документы все упакованы. Все, ну, в салфанчике, чтобы не промочить. Ты что, значит, ты подотавливался сюда? Когда взяли, ну, там разобрались потом, что его. Он уже несколько раз туда-сюда плавал. Когда мы пришли на обед, это жара, пришли на обед на набережную, там нам организовали для ополченцев горячее питание. И после приема пищи оставались остатки еды. Вот эту еду забирали гражданские. Она не выбрасывалась, ее собирали гражданские, забирали, которые испытывали трудности с питанием. И вот я сижу, кушаю, и что-то мне ем, и что-то мне не совсем хорошо. Кто-то меня сверлили глазами. Я посмотрел в одну сторону, в другую вроде никого. Потом обернулся, смотри, мальчик стоит, смотрит на меня. Голодный мальчик. Я узнал, это мой сосед был мальчишечкой. Это у них, значит, был ранен отец, и отца забрали в госпиталь, а семью в гостинице разместили в Бендерах. И вот они там питались вот этими продуктами, которые оставались после бойцов. Я его подозвал, говорю, подойди ко мне, он подошел, этот мальчик. А их трое детей в семье, плюс мать. Я подвинул к нему еду, говорю, кушай. Он начал кушать, есть, а потом отодвинул тарелку. Я говорю, что невкусно? Он говорит, нет, я возьму, он говорит, вкусно, я возьму эту еду, можно, говорит, отнесу братишке и сестренке. Эти ребята все отодвинули ему свои порции, свою еду. Где-то там нашли какие-то емкости, все это ему дали. Он был очень благодарен. И что меня поразило, мальчик, кто был лет, наверное, 8, а глаза у него были как у выражения глаз, как у человека, который многое испытал в своей жизни. Сейчас ни одно 1 сентября, День знаний, ни одно не проходит, чтобы мы, вот они не присутствовали в школах, не вели разъяснительную, ну, как, беседу с учащимися. Рассказывали о своих боевых друзьях, о прошлом, о том, как мы видим будущее. То есть это будет вечно, и работаем с молодежью плотно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова